2 декабря в Лондоне прошел Украинский инфраструктурный форум. Сотни бизнесменов, банкиров и чиновников собрались для того, чтобы обсудить экономические перспективы Украины. Средства на восстановление Украины не будут достаточными, если они будут поступать лишь из государственных источников, международных финансовых институций и других источников. Частные инвесторы жизненно необходимы, потому что частный сектор играет существенную роль не только в восстановлении, но и в инновациях, а также модернизации. Второй пункт, который не очевиден для людей, находящихся не в Украине, то, что бизнес там продолжает работать. На основании последних статистических данных можно сказать, что 97% украинского бизнеса продолжают полную или частичную деятельность. Необходимость восстанавливать Украину очевидна, особенно когда речь идет о критической инфраструктуре. Повестку форума диктовала российская агрессия и разрушение, которое она нанесла стране. Практически все презентации сопровождались фотографиями последствий российских обстрелов. Но украинские бизнесмены не сложили руки и уже адаптируются к этим условиям и находят новые возможности, в том числе в подходах к реконструкции инфраструктуры. Блокада России и украинских портов заставляет трейдеров и производителей обратить внимание на новые маршруты. Мы всегда смотрели на Днепр как индустрия и всегда забывали про Дунай. В европейской индустрии Дунай играет огромную роль. И сейчас он на протяжении нескольких месяцев единственные морские ворота, которые работают без перерывов. Поэтому, думая, что большим инфраструктурным вызовом будет в течение следующих 10 лет углубить Дунай, насколько нам нужно, и оборудовать береговую инфраструктуру, например, терминалы вдоль реки. Война показала уязвимость украинской инфраструктуры и необходимость диверсифицировать риски. Ведь если бы не зерновая сделка, как признаются некоторые аграрии, они бы уже были банкротами. Как раз перед открытием зернового коридора послание от больших украинских агрофирм было такое. Если они его не откроют, то мы будем банкротами в течение следующих 9 месяцев. У мобильных операторов прибавилась работа из-за того, что надо постоянно восстанавливать повреждённое оборудование и работать в условиях дефицита электроэнергии. Но здесь им помогают украинские власти. Это вопрос верховенства закона, потому что он должен применяться без каких-либо исключений. И второй пункт – это правоохранительная система. Несмотря на в целом позитивные отзывы об украинских чиновниках, бизнесмены считают, что в Украине ещё есть над чем работать и есть что изменить для того, чтобы привлечь больше инвесторов. Говоря по правде, правительство и регулятор настроены на сотрудничество. Все три оператора создали национальный роуминг. Нет разницы, какой оператор в Украине. Если есть хотя бы один в вашем регионе, вы сможете звонить и посылать смс. И с этими словами сложно не согласиться. Правительство даже в условиях войны внедряет реформы, логистические цепочки работают. Украина выполняет все взятые на себя как международные, так и внутренние обязательства перед бизнесом и гражданами.